Добрый день, уважаемые трейдеры компании A-Markets, на связи Роман Корнев и мой еженедельный анализ по торговой стратегии Scalping Intraday на зеркальных уровнях. Давайте глянем по традиции календарик, что нас ждет на этой неделе. Сегодня уже все спокойно. Завтра по фунту изменения числа заявок на пособие по безработице, возможно, будет повышение волатильности. Но сильного ничего не ожидаем. В среду единственное, к чему надо присмотреться, это решение Банка Канады по процентной ставке в 19 часов. Даже, я думаю, выступление председателя Банка Англии особо не привлечет внимания, а вот решение Банка Канады по процентной ставке надо будет отследить. Да. Большими лотами не заходите в этот момент, дождитесь лучшей выпуска новости, а потом уже торгуйте. Так, ну и на четверг еврозона, да, решение ЕЦБ по ставке по депозитным средствам, по процентной ставке, по маржевому кредитованию ставки. И все, у нас 16.45. Вот, хорошее времечко. Так что имейте в виду. Да. Ну и на четверг пятницы посмотрим с вами уже на моем канале по ссылочке в описании на другие события. Так, значит, перейдем к терминалу. По еврофранку у нас неделя закончилась достаточно волатильно, да? Нет, неправильно говорю. Неделя-то как раз-таки закончилась в консолидации. Вот. А уже с понедельника видим хорошие движения. Это хорошо, когда вот в начале самой недели цена устанавливает, скажем таки, максимум и минимум. Потом, потому что в этих коридорах потом можно будет как раз-таки хорошо работать. Поэтому я люблю хорошую волатильность в понедельник. Она нечасто бывает. Вот, поэтому давайте смотреть, что у нас тут нарисовала цена. Я думаю, за основу можем взять вот этот максимум, вот этот и рисуем вот такой уровень сопротивления и зону на продаже. Если посмотреть H4, тут, конечно, есть более глобальные уровни. Вот такие. Но до них цена, наверное, еще не скоро дойдет. Но имейте их в виду. Также подкорректируем вот этот уровень. Да, вот здесь вот у нас будут покупки, либо продажи, если пробьет цена на зеркальном уровне. Думаю, пока что все. По евро-доллару у нас наметился восходящий импульс. Пока что сказать тут мало чего можно. Ну, вот можно такой вот уровень здесь нарисовать. Но, наверное, он не скоро станет актуальным, учитывая то, что у нас наметился восходящий тренд. Но ждем, пока цена сделает откат. Еще раз вверх, еще раз откат. И тогда уже можно будет какой-то канал нарисовать, на который будем ориентироваться. Пока что сопротивления никакого адекватного я не вижу. Это уж слишком далекое. Давайте посмотрим фунт. Ну, фунт тоже повторяет восходящую тенденцию. Думаю, пока что вообще его лучше не трогать. Золото. Что у нас по золоту? Золото также выбилось вверх. Ну, единственное, вот это вот напрашивается, такая ступенечка, да, видите? Как остановка. Остановка продавцов. Можно еще вот так обозначить такие вот уровни поддержки и сопротивления. Которые уже, в принципе, отработали себя. Ну, здесь вообще пролетели мимо. Ну, вот здесь вот какой-то уровень более надежный, мне кажется, вырисовывается. Посмотрим. Несмотря на то, что здесь был пробит уровень сопротивления и поддержки, но он может себя еще отработать. Посмотрим бренд. Нефть. Нефть тоже находится в консолидации после восходящего импульса. Нарисуем такую поддержку. Так, эту, пожалуй, линию можно удалить. Еще можно иметь в виду вот этот вот уровень. Эту линию поддержки теперь. Ну, до нее далековато еще. Вот здесь была консолидация такая хорошая. Сейчас будем формировать новый минимум. Так, ну и что у нас тут напоследок с криптой? Посмотрим. Биткоин у нас пережил небольшой, скажем так, мини-дамп. Да, улетел вниз практически более чем на 11 тысяч долларов. Вот. Буквально за час. Буквально за час. Ну да, надо иметь в виду, что криптовалюта, конечно, это необычная валюта, да. Здесь могут происходить просто очень мощные движения. Вот. Особенно вниз. Поэтому покупать всегда надо с осторожностью, а продавать с большим риском. Вот. Сейчас находимся в консолидации, да. Здесь сейчас, скажем так, прежде чем делать какие-то прогнозы, желательно, чтобы цена биткоина дала какие-то хорошие максимумы, минимумы. Вторые, да, после такого сильного падения. На которые можно уже опираться и делать на двух точках минимума и максимума делать уровни поддержки и сопротивления. Поэтому пока рекомендую сдержаться. Давайте канадец еще глянем напоследок. Так, что у нас тут? Какая-то такая нисходящая у нас тенденция. Почему-то напрашивается вот такая линия, прошивающая вот этот вот пик. Ну, потому что много подтверждений по максимуму. Можно ее иметь в виду. Вот. На продаже. Какая-то странная конфигурация. Не вижу здесь чего-то убедительного. Есть вот уровень поддержки, да. И прямо сейчас он отработал себя уже поздновато входить. Ну, вот, прям вот буквально на продажу можно было войти. Поэтому можете самостоятельно тоже поискать такие точки. Еще, мне кажется, вот такой вот уровень напрашивается. Какой-то вот тоже. Видите? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Возможно, от него тоже можно продавать. Вот такие вот рекомендации. Пишите в комментариях, какие бы инструменты вы хотели еще, чтобы я проанализировал. Нашел бы какие-то точные входы для скальпинга. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайк, если понравилось. Торгуйте с удовольствием. Всем до встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok